Оппозиция в Алжире ждет поддержки от армии в переходный период. Оппозиция в Алжире ждет поддержки от армии в переходный период. 26 РИА Новости, Надим Зуау и участники антиправительственной демонстрации в Алжире. РИА Новости, Надим Зуау и Алжир, 14 апреля Новости. Оппозиционные политики в Алжире, опрошенные РИА Новости, рассчитывают, что армия будет прислушиваться к мнению протестующих граждан и окажет поддержку в переходный период. В последние дни правления экс-президента Абдиля Зиза Бутифлик и глава Генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех неоднократно требовал реализации статьи 102 Конституции Алжира, которая предусматривает отставку главы государства по состоянию здоровья. Бутифлик опадал в отставку 2 апреля после нескольких недель массовых народных протестов и призыва армии. Воспользовавшись этой статьей, временным главой Алжира, согласно Конституции, на 90 дней стал спикер Верхней Палаты Парламента Абдиль Кадыр Бен Саллах, который считается ближайшим соратником Бутифлики. Демонстранты приветствовали уход Бутифлики, однако категорически не согласились с тем, что в переходный период будет править его ставленник. 3 апреля, 4-4. Эксперт, армия должна обеспечить спокойный переходный период в Алжире. В то же время глава Генштаба подтвердил в минувший вторник, что переходный период должен пройти исключительно в соответствии с действующей Конституцией, поддержав таким образом временного президента, который сталкивается с массовыми протестами. «Армия должна оберегать Алжир и пытаться сохранить единство страны. В данном случае армия должна поддерживать проведение переходного периода, чтобы он прошел в безопасности», — сказал РИА Новости генеральный секретарь старейшей оппозиционной партии Фронт социалистических сил Хаким Белахсель. При этом он напомнил, что Конституция запрещает военным вмешиваться в политику. По словам политика, начальник Генштаба хочет навязать реализацию статьи 102 Конституции Алжира, в результате чего к президентству был приведен Бен Салах. «Мы этого приять не можем», — сказал собеседник агентства. 7 апреля, 8 часов. Ждем перемен. Как Алжир перевернул страницу в истории и что будет дальше? В свою очередь, алжирский депутат, глава фракции умеренных исламистов в парламенте Насер Хамдадуш заявил РИА Новости, что армия должна поддержать решения, которые, с одной стороны, не противоречат Конституции, а с другой отвечают настроением в народе. «Мы ценим позицию армии, которая придерживается Конституции. Но есть и решения в интересах народа, также не противоречащие Конституции. Армия должна действовать в соответствии с интересами народа», — сказал собеседник агентства. Однако, по его словам, в последнее время у некоторых складывается ощущение, что армия выступает на стороне тех политиков, против которых выступает алжирский народ. Он напомнил, что на демонстрациях требует уйти не только временного президента, но и премьер-министра Нуриддина Бедуи и главу Конституционного совета Тиеба Белияза. Эти требования озвучиваются каждую пятницу на демонстрациях. «Зачем армии поддерживать Бен Салаха, Бедуи или Белияза?», — отметил алжирский депутат. По его словам, уход в отставку временного президента не означал бы нарушение Конституции. Очередная демонстрация с требованием отправить в отставку всех политиков, связанных с Бутефликой, прошла в минувшую пятницу в разных провинциях Алжира. Изначально мирная акция в столице страны завершилась столкновениями молодежи с полицией. 12 апреля, 8 часов суданская весна, как голодный бунт привел к падению режима союзника Каддафы.